Интересно, они не подходят по приоритетным видам деятельности, который установлен для этого опора. А их, кстати, можно расширить. Это все понятно, но инвестор же не хочет ждать. То есть он пришел, вот он пока созрел, его нужно брать. А если ты начинаешь ему рассказывать, что сейчас мы вот здесь несем изменения, сейчас давай еще полгода заявочку посогласовываем, решим что-нибудь с подключениями, в том числе подождимые из ФРМ и денег на инфраструктуру, привлечемых тоже недолго, он сворачивается и он уходит в готовые проекты, такие как, например, в Генисо, где участный парк, где дорогущая земля и подключение. Ну, по крайней мере, все это есть, это доступно и это сейчас. И инвестор, он когда считает деньги, он понимает, что окей, дорого, но по сравнению с чем? Здесь я потеряю год, а может быть и полтора. Здесь я потеряю, может быть, на кафексе, но сэкономлю, и моя инвестиционная опасность будет в три месяца. И те, кто умеет считать, они взвешивают эффект от налоговых льгот с преференциями быстрого старта, да еще и с финансовым причем, да еще и с операционной цепочкой со сбытом. Иногда это, оказывается, перевешивает чашу весов, да? Конечно. И глобально получается, что наличие всех этих льгот, оно же не влияет ни на сбыт, ни на платежеспособность спроса, ни на логистические издержки, где-то там, чтобы ты можешь перекрыть, но глобально правила рыночной экономики оно особо не отменяет. И инвесторы, большинство, по крайней мере, тех, кто заходит в регион, достаточно адекватные люди, которые умеют считать деньги, у которых есть понятные коммерческие интересы, и которые понимают, что да, окей, особая экономическая зона, это круто, но вот центр Уральского федерального округа Екатеринбург, вот особая экономическая зона в 200 километрах, в небольшом городе, в лесу, зачем туда ехать? Да, классно, 125 тысяч за гектар земля. Да, там таможня, льготы, все супер. Но очень-очень узкая специализация. Поэтому мы сделали вторую очередь, прямо в Екатеринбург. Ценник там, конечно, повыше, но это уже, по крайней мере, интересно становится для инвесторов. То есть фишка здесь в чем? Нужно идти от рынка. Сбыт, производство, сырье. Вот этот треугольник, кто не отменял, в разных отраслях он немножко по-разному выстраивается, но работает везде. И первое, что нужно людям, это нужен сбыт, как правило, нормальный коммерс. Остальное мы найдем, говорит, при наличии. Да, остальное мы найдем. Деньги есть, дорогие, дешевые, это мы найдем. Да, неважно. Персонал вот сейчас задачу объявил злободен. Вообще на ком-то частной площадке, на коем-то частной площадке. И получается, что по большому счету вся работа с инвестором, она сводится к тому, что нужно его слышать. И не нужно, не знаю, продавать ему, может быть, навязывать то, что он тебе имеет. Тосеры, которые у тебя есть, АЭЗы, которые у тебя есть. Да, окей, ты можешь его мягко проинформировать о наличии таких возможностей. Как бонус. Да, да, да. Но финальное решение предоставь, принимать ему возможность. И потом, когда это решение уже будет принято, твоя задача просто его сопроводить и помочь ему какие-то бюрократические проволочки на его пути убрать. Все. Больше ничего делать не надо. Вот она по большому счету формула. Если некоторое время назад некоторые муниципалитеты и корпорации находились в таком, как это сказать-то, давай мы сейчас закроем глаза на болячки, которые озвучивают, у нас этого нет, мы об этом не говорим. Давай мы будем долбить в то, что у нас есть. А вот умение слышать инвестора, это очень важная задачка. Про Тосеры я еще скажу. Вы знаете, вот некоторая беда с этими территориями бережащего развития, как я говорю, мы заканчиваем. Дело в том, что вот эти вот Тосеры, если их создавать, как и любой другой префиненциальный режим, обдуманно, осознанно под систему, собрать более-менее значительное предпринимательское сообщество, поспрашивать, вызвать на откровенный разговор, а какие хотелки у вас есть по развитию. И только тогда формировать акведы приоритетных видов деятельности, а не так, как это происходило. Вычеркивание, акведы образующие предприятия готовы. Да-да-да, первый Тосеры, ладно, если так, это у кого широкий список. А первые Тосеры создавались в пятницу вечером, в пять часов, потому что надо что-то отправить. Пишутся какие-то акведы, отправляются. Следующие моногорода срисовывают этот список. У меня есть на эту тему отдельная какая-то, если интересно, почитайте. Что для сбалансированного Тосера, какие надо туда включать, да? А законодательство торов, моногородов, оно вообще срисовано с Дальнего Востока, и пока адаптировано очень мало. Мы отслеживаем эту тему, поэтому, в принципе, как бы видно, да? Вы знаете, Сергей, я устраиваю вайфу. Мы вот учимся, например, и у нас прогресс видим, у нас каждый следующий Тосер лучше предыдущего. Это правда. И работает лучше. Это правда. У нас вот Новоуральск за год, за три месяца три резидента пришло. Я считаю, это неплохой результат для стартапа Тосера. Это правда. Каждый новый Тосер, если он имел возможность, как сказать, в правительственную комиссию иногда были заряжены все заявки, и какие-то уже паровоз на запуск называется не вернут, да? Но те инициативы, которые прозвучали позже, они учитывают многие ошибки. Я с радостью для себя обнаруживаю в приоритетных видах деятельностей некоторых Тосеров социалку, спорт, здравоохранение, туризм и все остальные вещи для спалансированного развития МОН и ГОРЗа. А не только классический перечень 20-х производных ответов, а остальное, типа, считается, оно подтянется за ним. Да, это далеко не так. Я вот как покажу. Но вот с точки зрения Тосеров, вы знаете, есть такое мнение, я буду его, видимо, цитировать. Плох или хорош Тосер мы узнаем через 10 лет после судебной арбитражной практики. К сожалению, да? То есть когда отшлифуются наши разные мнения с налоговой, некоторые инвесторы цинично говорят, мы все понимаем, вот эта команда муниципалитета, которая нас сейчас зазывала, она через три года поставит флажки на стол, ордена повесит и сменится, пойдет на повышение и так далее. Мы останемся один на один с нашим любимым контрольно-надзорным органом. И в некотором случае с Минфином, как методологом. У меня на столе лежит вот такая вот папочка переписки с федеральными и с региональными органами власти. По сложным моментам Тосера, потому что все пока еще достаточно сырое. То есть консультируем то, что имею, с неким прицелом на взвешивание рисков. Я обещал вам дать кое-какую аналитику, я буквально сейчас бегло, и мы тогда в тайминг с вами войдем. Спасибо вам большое за долготерпение. Как я уже сказал, мы взяли типовой проект, который может быть реализован в ОС, Тосер, в промпарке, в промпарке в Тосер, в муниципальном районе без парков без Тосер, в муниципальном районе в парке и так далее. И взяли еще обороты, обратите внимание, не более 150 миллионов в год, чтобы иметь возможность применять упрощенку. Это не крупный проект, которого ожидают в территории опережающего развития. Это для сопоставимости. На какие выводы мы наткнулись? Презентация будет доступна, я вас призываю, можете не фотографировать, и качество будет хуже. Я буду очень бегло листать, вы можете не успеть. Мы взвешивали факторы стоимости земли, мы взвешивали стоимость покупки земли, потому что везде по условиям сравнительного анализа у нас был выкуп после ввода объекта в эксплуатацию. На десятый год мы это делали. В ОС нельзя было сделать. Мы сравнивали тарифы, мы сравнивали условия подключения и сравнивали частные и муниципальные парки между собой, точнее инвестора, который заходится часто и муниципальный. Что он получает? Выводы. Мы учитывали в моногородах льготные средства фонда развития моногородов муниципалитету как в субсидии и бизнесу как займ, 0% до 250 миллионов. Мы учитывали нельготные финансовые ресурсы для вне моногородов, кредиты под 8,5% и выше, для сопоставимости всех вещей. Выводы. В одном варианте у нас тариф муниципальный, в одном промышленном парке тариф был 6 рублей, а в частном 4 рублей. Вы понимаете, что стоимость подключения присоединилась по разной стороне. Муниципалитет построил за государственные деньги сети и отдал в эксплуатацию сетевой компании. Сетевая компания что сделала? Защитила тариф по СН-2, высокий. А частная управляющая компания сама построила сети, защитила тариф и передает по высокой стороне. И, собственно говоря, в одном из вариантов, вот я начал говорить, даже, представляете, минусы платного подключения к сетям частного промышленного парка, мы заложили 20 миллионов рублей на подключение, дорогой выкуп земли и заемные средства отчасти нивелируя с разницей в тарифе. Тариф сожрал при преференции муниципального промышленного парка отчасти, я не скажу, что это полностью произошло. Это выводы для власти. Немножко эффектов. 15 проектов ТАСЭРа, которые мы сопровождали, показали вот такую экономию на сумме налогов. Реальные цифры, не разглашая, кто это чьи-то. Совокупная налоговая нагрузка ТАСЭР снижает от 2 до 5% себестояния выручки по примеру наших этих 15 проектов. По сроку окупаемости ТАСЭР и не ТАСЭР. Проект, размещенный в ТАСЭР, смог сократить свой срок окупаемости почти на полтора года. Но все равно остался 7. Эффект не так велик, как считает... Мы превозносим этот эффект в своих глазах, а ТАСЭР он на самом деле не так велик. Это сравнение с упрощенкой. И взяли упрощенку. Мы тут неожиданно обнаружили в прошлом году, что оказывается резиденты ТАСЭР могут упрощенную систему применять. Налоговая нам сказала нет, такого быть не может. Доказали по налоговому кодексу. Все, пожалуйста. И несколько регионов уже этим воспользовались. Башкирия. Какая доказали? В том числе. Налоговым кодексом как? Я имею в виду есть документы у вас? Да, конечно. Можно присмотреть? На сайте можно ознакомиться. Если надо, я ссылку пришлю. Ну где-то отмотайте. Несколько месяцев назад вы публиковали законодательную основу. Почему? Там все произошло очень смешно. Вот смотрите. Значит, вне территории опережающего развития восемь с половиной лет срока окупаемости. В ТАСЭР семь. В ТАСЭР с упрощенкой почти восемь. И со второй упрощенкой почти семь. То есть вот налоговый эффект, он не всегда так велик, как мы ожидаем. Да? Дальше. Дальше выводы. В одном из примеров, в частном промышленном парке, разницы в тарифе и более низкой ставкой заработной платы в муниципалитете. Мы уехали из моногорда в муниципалитет, мы получили более дешевую и доступную рабочую силу. И этот эффект перекрыл платные подключения к сетям, более дорогие кредитные ресурсы и выходные. Это всего лишь говорит о чем? Каждый проект в уникальности своей надо считать и примерять. Нет формулы успеха, что, допустим, войдет в ТАСЭР и будет нет. А иногда бывает так. Самое, конечно, шикарное, это в промпарке в ТАСЭР муниципальном с льготными ресурсами фонда моногородов. Но вот эта вот комбинация, она получается как бы не у всех. Но, получается, есть у нас, допустим, в ТАСЭР такой пример, там можно всю пачку преференций и льготных финансовых ресурсов применить. Ну понятно, чтобы войти в ТАСЭР надо пройти процедуру, соответствовать всему, чтобы получить займы в ФРМ по 0% у них тоже своя замороченная система выражения. Такие вещи. И вот у нас некрасиво получился этот проект в ОЭС. Сами понимаете, это не профильный для особой экономической зоны проект. Их очень дешевая разница в тарифе не смогла перекрыть дорогой фонд. Вы же знаете, что особая экономическая зона — это чаще всего гетто, вокруг которого нет персонала, его надо возить. Возникает некрасивая ситуация перекупа персонала резидентами друг у друга. Иногда поставщиками у покупателей и наоборот. Вот этих некрасивых ситуаций, вы знаете, много, да? И, собственно говоря, здесь не получилось в данном проекте. И еще хотел показать, в районе, по-моему, мы взяли еще и транспортную складскую логистику. То есть надо же довезти сырье и отвезти готовую продукцию. И в некоторых случаях получалось, что, находясь в муниципальном районе, если принимать, что сбыт у тебя все-таки не данного конкретного района региона, а чаще всего так и получается, мы же работаем в условиях широкой конкуренции, продавать должны повсюду, иначе мы очень зажаты. То вот этот эффект в муниципальном районе иногда оказался выше. Парадокс. Потому что наши муниципалы сказали, ну, с момента появления территории опережающего развития к нам ни один инвестор не придет. Мы им показали, а вы посчитайте несколько проектов и докажите, что может быть обратной ситуацией. Больше ваше время не терять не хочу. Огромное вам спасибо за внимание. Огромное спасибо спикерам и экспертам за экспертизу. Я надеюсь, информация была полезной. Мы не зря с вами полтора часа провели в таком этапе. Может быть, не диалоги, но тем не менее. Презентации будут доступны на сайте организаторов. Если не интересует наша аналитика, вот название сайта достаточно простое. Все, собственно говоря, в новостях выложено. Огромное вам спасибо, удачи в бизнесе и всего доброго. Спасибо большое. Сейчас я так понимаю, он обед не выступал. Почему в Патарстане? Уважаемые коллеги, в чем правительство наедит СНДК? Автобус М070А будет кожан в 12 часов. Я здесь, я здесь на ресторан. В Патарстане. Ну как это? Это, 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 это? Что делать? Да, да, да. Что делать? Так, Ама, национальная, начиная. Можно, вашу, да? Можно, вашу, да? Соседи, в городе у нас общие, а республики работают. Соседи, в городе у нас общие, а республики работают. Соседи, в городе у нас общие, а республики работают. Соседи, в городе у нас общие, а республики работают. Соседи, в городе у нас общие, а республики работают. Он должен быть частной управляющей компанией, имеющей права строить на этой земле. Тогда получателем субсидии является он. Имущество созданное на процессе на 750 году? Становится его собственностью. Становится его собственностью. На каком он? Вам подарили 250 человек? Он субсидию получил прямую, сам как субъект. И государство не применяет ни...